Бывший Гурон, это лицемерные лицемеры, и тогда и сейчас они прекрасно все понимали. Горбатого могила исправит. Я понимаю, брат. Я хочу напомнить, что все участники Буденновской операции получили высшие награды нашего государства. Так, на всякий случай, чтобы вы знали, какова оценка этой операции в нашем государстве. В том что, Путин, оказывается, у нас Петр Первый, и он не захватывает, а возвращает. Всегда удивляли такие рассуждения, почему им все должны возвращать, а они якобы никому ничего не должны вернуть. Тут на днях, оказывается, была годовщина Саввуденовских событий, и мне один из моих подписчиков скинул запись, запись экрана, где какой-то журналист Радио Свободы по фамилии Медведев рассказывает об этом событии. Давайте сначала посмотрим, что он говорит. В эти дни мы отмечаем печальную годовщину. 27 лет назад, в июне 1995 года, чеченские террористы под предводительством Шамиля Басаева захватили больницу номер 2 города Буденовска. Россия сегодня испытывает то же самое. Страну захватили террористы. Они убивают жителей соседней страны. Они посылают жителей этой страны на верную смерть. Они заминировали дом ядерным оружием. Они выдвигают миру заведомо неприемлемые требования. А сами заложники испытывают стокгольмский синдром. 27 лет назад террористам дали уйти в Чечню. Погибли 129 человек, были ранены 400. Та война в Чечне была проиграна. Я надеюсь, что в этот раз террористам не дойдут уйти от ответа. Тогда террористы захватили школу в Буденовске, говорит господин Медведев. А сейчас, говорит, такие же террористы захватили страну. Какая это лживая аналогия. Какая это мерзкая подмена понятий. А тогда, бывшая тогда власть, она была не террористической, получается. Она не захватывала власть. Если та власть не была террористической, почему эта власть является террористической? Я сейчас не говорю про Басаева, про оценку операций в Буденовске. Окей, допустим, оставим это. Это может быть ваша оценка, вы имеете на это право. Окей, вы назвали это террористическим актом. Басаева назвали террористом. Причем чеченским террористом. Всех тех, кто участвовал в Буденовской операции, вы назвали чеченскими террористами. Окей, мы вообще оставляем эту тему. Давайте с властью разберемся. Власть сегодня, видите ли, оказывается террористическая. Она, это, такие же террористы захватили сегодня власть. А почему, он дальше объясняет. Это, эти террористы, говорят, напали на другую страну. А те, кто тогда, в 94-м, напали на Чечению, это, а, это было другое, да, мы не понимаем, это было что-то другое. Это не считается. Это вот как оппозиционеры говорят, когда слова Бодрова приводят, что когда страна воюет, ее нельзя критиковать. Они говорят, это подмена понятий, это было другое. Он же говорил про Чечу, про чеченскую войну. Это не то. А здесь про Украину это нельзя применять. Потому что чеченцев можно было долбить. Когда чеченцев долбили, там нельзя было свою страну критиковать. А сейчас, а сейчас можно и нужно, потому что украинцев они теперь пошли убивать в сортирах. Как они шли тогда убивать чеченцев в сортирах? Сейчас украинцев. Это другое. Здесь нельзя слова Бодрова применять. Насколько это лицемерно, насколько это мерзко. Как они, говорит, тогда взрывали, значит, эти, говорит, взрывали дома, а эти ядерные бомбы, говорит, заложили. Это он только аналогию проводит, типа угрозы ядерным оружием. Это как терроризирование. А те, кто тогда в нулевых по чеченским населенным пунктам, по центральным рынкам, по роддомам наносили удары крылатыми ракетами, это было что-то другое. Это не было террористическое государство. Тогда власть не была захвачена террористами. Тогда российский народ, как сейчас, не находился в заложниках. Тогда все было нормально. А сейчас он находится в заложниках. Настолько лицемерные вот эти некоторые люди, некоторые деятели, которые вроде как, знаете, сторона добра вот так воспринимается, они типа журналисты независимых изданий, прозападных изданий, журналисты радио «Свобода». Но иногда такую вещь могут высказать. Я хочу напомнить, что все участники Буденновской операции получили высшие награды нашего государства. Так, на всякий случай, чтобы вы знали, какова оценка этой операции в нашем государстве, в независимой, суверенной Чеченской республике Ичкерия. И мне еще интересно, как бы вы назвали каких-нибудь, скажем, возьмем какой-нибудь батальон украинский, входящий в ССУ Украины, если бы они, допустим, совершили бы нападение или хотели бы совершить нападение на какую-нибудь военную часть в Белгородской, Брянской или иной ограничащей с Украиной территории России, хотели бы там совершить какое-нибудь нападение на военную часть, но их как-то бы перехватили, они бы начали бой где-нибудь в Белгороде, а потом, отступая, они бы в какую-нибудь больницу осели. А затем потребовали бы немедленного коридора, остановки, нет, даже не так, потребовали бы немедленного прекращения огня, начала переговорного процесса, вывода войск и для себя коридора в Украину. Интересно, вот какую бы оценку дали этим событиям? Я не буду здесь выдвигать своих тел, это просто так, для размышлений. Это была бы диверсия, потому что это солдаты независимой страны Украины. Я, конечно, знаю, чтобы это было, но я не хочу даже от себя какие-то делать предположения. Но это бы сто процентов не было террористическим актом, прям сто процентов. При даже крайне отрицательной оценке этого акта, это было бы военное преступление, но ни в коем случае не террористический акт. Эти террористы, которые захватывали власть в России, какой они национальности, армянские террористы им, да какая разница? Для чего нам вот эта вот их принадлежность к какому-то этносу, зачем она нам нужна? Здесь тема вся в том, что они, в принципе, воспринимают войну с чеченцами и войну с украинцами совершенно по-разному. Вы понимаете, что вот эта ксенофобия, она присутствует практически на всех уровнях, в оппозиции, в прозападной, в независимых СМИ и так далее. Она практически везде есть, эти люди, с этой ксенофобией, для которых убивать чеченцев – это норм. Убивать украинцев – вот это вот нельзя, это плохо. Понимаете, вот это деление. Да нет никакой оппозиции. Есть цеховые артисты, которые исполняют эту роль в том, что ты совершенно не знаешь, как устроена эта рабская античеловеческая система. В этом и проблема, что вы не понимаете, что есть она, и оппозиция есть, и люди разных взглядов, реально борющихся за власть в России, они есть. Вы пытаетесь разделить так, что если они ненавидят чеченцев, или относятся как-то спокойно к войне в Чечне, к лишению права чеченцев на собственную государственность, понимаете, как когда вот это идёт такая ксенофобия на уровне шовинизма, вы думаете, что, а, это значит там вся одна тема. На самом деле нет, вы просто должны понять, что, имея у себя там внутренние какие-то разногласия, вот в этом вопросе многие из них абсолютно солидарны друг с другом. Поймите это. Это не обязательно, что если они не любят нас, значит они все там заодно. Нет, ну в нашем отношении, наверное, да. Но в целом у себя внутри у них разногласия, они не имеют какой-то вот чёткой единой позиции. У них тоже нет... В том что, Путин оказывается у нас Пётр первый, и он не захватывает, а возвращает. Всегда удивляли такие рассуждения, почему им все должны возвращать, а они якобы никому ничего не должны вернуть. А нам с вами нужно смириться с тем, что у каждой стороны всегда есть своя правда. Так что, ну да, конечно, Путин будет с такой стороны это представлять. Истина, она одна, а правда, она всегда у каждого своя. Поэтому это вот правда Путина. Он не захватывает, он освобождает, он в этом убеждён. Мы же своей стороны, у нас своя правда, мы должны быть убеждены в своей правде. А истина, она только одна. Субтитры создавал DimaTorzok